Мысли формы, самому себе на заметку от себя же чуть прежнего. Больше камней, чем на обретенной жизнью литературной ниве я более не встречал, ни от обстоятельств, ни от людей. Фабулу повествования отыскивать сложно. Нет, как вам покажется тот очевидный факт, что где-то в Алжире, в самом центре пустыни Сахары во времена недавнего французского колониализма в конце 40-х годов разбился марсианский корабль. Или вернее, космический зонд, но с выжившим астропилотом. Вы наверняка о том не слыхали. А вот местные охотники-треглодиты, Теда, не только слыхали, но и от взрывающейся приземлительной капсулы отволакивали беспомощного длинноногого марсианина. Прибывая на универсальной для всех поэтов волне, я как-то прежде даже связывался с ним, и вот тогда мне вот что он неторопливо поведал. Прежде всего, о пилоте тамошнего космозонда. Он прибыл на Землю в статусе хранителя то ли традиции солнечной системы, то ли наблюдателя с правом проведения локальной коррекции, то ли неким иным макаром, но автоктоны Сахара его приняли за своего. И дышал немного, и пил и того меньше, и крепок был, и вынослив, и не стонал при явном ощущении дискомфорта, и чин, как видно, прежде имел немалый, но дал наколоть у себя на груди некий местный слоган, и при этом терпелив был до предпоследнего хрипа. Так и появилась на груди у него наколка, набитая надрезами кончиком грубо выкованного копья. С тех пор и жил про глаза в сахаре, а за глаза, то и дело по всей земле куролесил, принимал дело, карал непокорных, журил бестолковых, являлся в сны тем, кому надлежало в очередной раз вести вперед человечество. Там во сне в один из дней моего счастливого советского детства мы с ним и познакомились. Он даже, помню, представился, Нган, Туарек и марсианин по совместительству, и предложил свое покровительство. В детстве же все мы, земные, весьма доверчивы, вот я ему и доверился. Хотя и говаривала ворча бабуля хана, что именно из-за таких в прошлом случались соляные столбы. Но у меня самого к тому времени к Нгану такое доверие образовалось, что строгое ворчание старенькой ханы раскалывалось об это доверие как грецкий орех о камень преткновения. Вот Нган и научил меня мысленно волочиться с ним по земле, и с тех пор, где только с ним я не побывал, в каких ситуациях ни был, но всегда получалось выходить частехонько сухим на сухо, поскольку особого участия мое сегодня бы сказали виртуальное присутствие не требовало. Здесь уж точно по-жречески, пришел, увидел, растворил в самом же себе все допытные априорные предощущения. Но при этом опыт копился и однажды Нган возвел меня в ранг Дервиша, да с тем до времени и распрощался. А я на годы остался на земле в одном из самых тоталитарных ее уголков, тупо репу чесать. И вот что еще. Реальных земных туарегов тригладидов у впервые увидал в экскурсионном уголке Тунисской Сахары только в 2008 году. А до тех пор я страшно завидовал Тартарену и Староскона, но только до октября 2014 года, когда воочию увидал реальное нашествие туарегов в Париже. Но в ту пору, вы только представьте, я уже сам успел получить сан планетарного Дервиша, и после того просто оставался тупо и бесполезно сидеть, почесывая репу, не в самом приглядном для себя уголке планеты Земля. Однако, этот Нган настоял, чтобы я здесь и оставался для чистоты планетарного эксперимента. Хотите узнать, а что было всплыло в последующем, тогда, добро пожаловать, Лаутроп в мир бредущих по пескам караванов памяти. Но вот какая незадача, в последнее время прочитаю, проштудирую, распланирую все по часам и минутам, а деланий нет. Не могу себя заставить выполнять свои же планы. Что это? Майский синдром или что-то еще? Попробую ответить. Майский синдром, это когда у одних напахивается на грядках спина, у других просто пухнут мозги, а у третьих, обычно учителей, разламывается на части, уставшая за прошедший учебный год душа, или что-то вроде того. Где-то рядом лежат обломки времени. В точке исхода из временного портала в бесконечно глухой тишине протекает квазиэра от шумевшей бездны эпох. Об этом уже не однажды сообщалось. Континуум фактов принимает перегрузку потрясения на себя, и выход в осуществление протекает с незримой болью, и тогда происходит выход за границы реальности, окончательно или нет, но непременно энергетически тяжкий.